Река еще борется с морозной одеждой благодаря течению, но берега подмерзли. Евгений Еремак, начальник Кандинского пожарно-спасательного гарнизона, смотрит на экран и видит большую часть прибрежной зоны. В системе видеонаблюдения у нас установлен лесохранитель, который предназначен для патрулирования лесов города Урая. Мы ее также используем, как силами гарнизона, так же и диспетчерская служба ЕДДС города Урая. То есть с помощью камер мы можем, в принципе, от лесопромхоза до набережной, где телераллельная компания «Экспектор», просмотреть всю территорию. На мониторе чаще всего видны рыбаки, промышляющие на тонком льду. Хотя опасность нахождения на водоемах высокая. В соседнем Кандинском районе уже произошла трагедия. В деревне Ямки провалился подлет автомобиль с мужчиной. В результате мужчина утонул. Но причиной стало это несанкционированный выезд на реку Канда. Знаки все были установлены, запрещающие выход и выезд на лед. Но, тем не менее, проигнорировал и выехал на лед, из-за чего утонул. Ходить и ехать на автомобиле через речки сейчас пока нельзя. Полного ледостава еще нет. Толщина льда неравномерная и выдержать вес человека может не всегда. Попытаться помочь попавшему в ледовую ловушку можно только своевременно, вызвав спасателей. В первую очередь это подзвонить. Это однозначно. И оценить свои силы, насколько человек сможет помочь. Если он видит, что есть какой-то страх или что-то еще, лучше туда не лезть, потому что можно и самому провалиться. В реальности человеку, провалившемуся под лед, отмерено судьбой около 10 минут. Дальше организм уже не сможет функционировать в холоде. Поэтому пренебрегать рекомендациями спасателей сейчас не стоит. Елена Шамшаева, Александр Кашкин. Специально для новостей.